Так, господа, всем привет! Сегодня у нас выводы по ТОЗу 106 с обвесом. Хочу рассказать плюсы и минусы. Доволен ли я тем, что сделал. Мой опыт, что да как. Использовал я его и на охотах с охотничьим прикладом, и с деревянным вот таким вот прикладом. Я тоже его использовал. С деревянной рукоятью вроде бы нет. Сразу её демонтировал и поставил нормальную. И вот об этом во всём расскажу. Мои соображения ТОЗ 106 тюнигованный. Что да как. Сразу во всех видосах много вопросов было. Что за ложа, что за ложа. Расскажи, что за ложа. Вопрос неправильный. Нужно было спрашивать, хорошее это ложа или нет. И ответ нет. Это ложа человек делает на Ганзе. По-моему его никнейм Дим99. Могу ошибаться. В общем, я у него заказал ложа уже весьма давно. Он мне сначала прислал не то, которое договаривались, чёрного цвета. Я как бы, естественно, потребовал, которое нужно. Пришлось ему отправлять назад чёрное ложе и ждать своё зелёное. Я и так чёрное ждал. Всё заняло очень много времени. Ну и плюс ещё, как бы, вот, человек сам накосячил, сделал не то. Даже не предложил, как бы, деньги компенсировать, что я ему обратно засылал ложу не то, которое он мне прислал. Вот. Это первое, что мне не понравилось. Второе оказалось неправильное вот здесь вот подгонка. Предположительно, скобы вот эти вот, они бывают разные. Бывают покороче вот в этой области, бывают подлиннее. Но я в это не верю. Я подозреваю, что там у него был шаблон неправильный. И, в общем, мне пришлось потратить около часа на то, чтобы вот здесь вот сточить. И вот здесь вот всё правильно перетащить. Потому что вот эта скоба, возможно, существует в двух вариантах. У него как-то вот здесь вот выходил материал, а мне пришлось здесь стачивать. Очень много времени потратил. Был недоволен. Отверстия все были кривые. Ещё сразу же у меня был вопрос, почему оно только воняет. На что мне последовал ответ. Ну, через некоторое время, через пару месяцев выветрится. Конечно, послабее стало через два года где-то. Но если я сейчас нож поднесу, всё равно пахнет вот какой-то непонятным композитом, из которого отливается эта ложа. Дальше, что оказалось, что у меня приклад при складывании. Ну, может быть, это потому, что приклад кривой ширкает вот здесь. Ну, я виню приклад. И вот это ложе изнутри какое. Сверху оно облита. Ну, такой типа полумягким таким материалом. Ну, не очень твёрдым. Типа такой застывшей резины. А изнутри это прям композитный материал. Они продаются также с различными шинами, по-моему, алюминиевыми внутри. Ну, в общем, я не очень доволен. Вот здесь вот видны моменты. И ещё один очень важный косяк. Человек почему-то не сделал отливы под магазин. Вот, смотрите, на деревянном. Вот они. Видите, вот здесь вот раз. Раз, два. Просто без них. Не знаю почему. Мне пришлось их налить из эпоксидки самому. И тоже как-то не очень приятно. Ну, понятно, что я делал весь, так сказать, беддинг, подгонку. Тоже угрохал просто невероятную уйму времени. Вот. Поэтому ложа пластиковая для Тоза 106 с Гонзы не рекомендую. Может быть, сейчас вот тот человек, который их делает, он стал их делать более адекватно, более нормально. Но вот то, что было там три года назад, вроде бы, ну, это ужас полнейший. Об этом я не записывал ничего. Ну, вот решил сейчас хоть записать. Чтобы никто больше вот не заказывал эту фигню. Хотя, опять же, повторюсь, может быть, сейчас стало лучше. Там исправлены все косяки. Но то, что вот у меня, это мрак и ужас. Да, наверное, можно было бы написать, типа, верните деньги, это просто полный пипец. Но я уж решил подогнать, все сделать. И как бы для теста. Я же, так сказать, по долгу службы должен был все это сделать. И протестировать. Я протестировал. Фигня. Деревянная ложа, которая идет в комплекте с Тозом 106, вполне нормальная. Вы просто берете его, делаете вот здесь вот беддинг. Сейчас покажу. Делаете втулки, делаете упор. Вот здесь вот, видите, металлический. На вот этом штатном. И все будет классно. И заливаете его зеленой краской, краской раптор, черной краской, чем угодно. Вот как я сделал здесь. И все чудненько. Так что штатная деревяха, она, во-первых, легче. Сейчас на экране вывожу, сколько весит со штатной деревяхой, сколько с вот этой. Ну, тут она еще с обвесом, но я назову, сколько без вот этих допов. Она легче. И она идет в комплекте. Не нужно доплачивать, покупать. Потому что вот эта штука стоила несусветных денег. Так, короче. Так что складной вариант Тоза 106, вот это вполне приемлемая вещь. Да, у кого-то она трескается. Ну, так сделайте здесь упор нормальный. Все здесь посадите. Вот здесь вот сделайте выборку нормальную, чтобы здесь ничего не выкалывало. Да, нужно будет потратить время. Но штатная деревяха, вполне ничего. Поэтому первая моя рекомендация и выводы по Тозу. Не покупать пластиковое вот эту фигню, пластиковое ложе. Да, конечно, на него можно всякие панельки установить. Сюда можно будет поставить фонарик, да, тоже замечательно. Такой вот упор я сюда поставил. Это все изумительно. Согласен. Вот такая вот рукоять у меня здесь. Вот сюда я планировал вообще вот такую панельку прикрутить для какой-то такой небольшой рукояти. Даже были на метке. Вырезал ее. Вот так вот подсточил. Но в итоге это, ну, дальше проекта дело не зашло. Как-то вот, ну, вот так вот оно должно быть. Тут надо больше снимать, и я поленился. Вот это не стоит того. Вот этот проект. А вот сюда панельку сделать стоит. Ничего сложного. Всем рекомендую. Фрезой выбрал поверхность. Выровнял более-менее. И на эпоксидку с винтами посадил. Сюда, да, можно поставить панельку. Можно ли это сделать на деревянном? В принципе, можно. Просто будет не очень прочно. Она будет здесь короче, поэтому не все будет идеально с закрытым прикладом. Ну, о чем я? Да, хотите потратить кучу времени и денег, берите вот пластиковое. Но всем советую. Берем это, подгоняем. Все будет чудесно. Дальше. По рукояти. Здесь я поставил рукоять фирмы Павган. Самая дешевая резиновая рукоять. Хорошая она или плохая? В целом нормально. Ну, посмотрите, уже приклад у меня вот здесь вот так немножко прошкрябал. Но в целом, бюджетно нормально. Любая клашеобразная рукоять сюда встает. Единственное, нужно ее подгонять. Для этого нужна будет бормашинка-дремель, чтобы срезать там внутри перегородки. Это нужно будет сделать. Так. Дальше идем. То есть, рукоять. Рекомендую всем к приобретению. Заменить штатную вот эту вот чушь. Это просто ужас. Ее нужно заменить на нормальную. Ее даже брать неудобно в руку. Это несложно. Мини-бормашинка. 20 минут подгонки. Все. Не обязательно вот эту. Я уверен, есть много гораздо более лучших рукоятей. Там с отсеками для хранения. Из пластика, не с такими выемками. Ну, вот она уже как-то вот. Так вот себя ведет. Ну, она нормальная. Нормальная рукоять. В принципе, брать можно. Рукоять от Павган. Дальше. По вот этой штуке. Это просто ограничитель, чтобы сюда не съезжала рука. Просто потому, что здесь... Как бы ты берешься вот тут. И ствол короткий. Я решил поставить такой ограничитель с Алиэкспресс. Все вот эти штуки тоже это все с Алиэкспресс. Ну, единственное, вот, допустим, вот это Фаб Дефенс. Это фирменная фигня. Вот эта вот щека. Это отрезок настоящей полноценной щеки от Фаб Дефенс. Это тоже стоит денег. И при этом я половину крепежа отсюда выбросил. Наверное, не советую это покупать. Потому что вот эта штучка. Получилась вот эта одна штука. Стоит где-то 15 долларов. Вот эта надставка здесь, которую я сюда установил. Это много. Можно это сделать своими руками. Сколхозить из какой-нибудь... Трубы пластиковой. Пожалуйста. Это того не стоит. Но прикольно, да. Хорошая щека получилась. Но дорого. Сюда это все устанавливается. Приклад я обматывал скотчем на тканой основе. Посмотрите, что с ним стало. И после воды под ним все ржавеет. Так что, наверное, никому не рекомендую это делать. Потому что появляется коррозия. Дальше. Приклад сам. Я решил почему-то протюниговать. Во-первых, поставить сюда антабку на эту ось. В принципе, нормальное решение. Идеально антабку вот сюда вот вкрутить. Вот сюда вкрутить такую антабочку. Но я поставил на эту ось. Единственное, что когда ружье висит, он может оттягиваться на ней вниз. И приклад подскладываться. Поэтому антабка в оси на той же 106-м негодная тема. Самая годная, это вот здесь вот, если вы токарь или у вас знакомый токарь, чтобы он вытащил вот сюда антабку. Заместо одного из этих винтов. Вот. И с антабкой вопрос решается. Также у меня великое множество различных антабок. Появилось крепежей и всякого барахла на... Ну, пришлось потратиться, накупить. Пока я прежде выбрал что-то, что меня устраивает. Я много чего перепробовал, перепокупал. Естественно, вот сюда тоже антабки можно установить. Быстросъемные какие-то. Некоторые делают врезку вот. Ну, с обратной стороны ружья вот в этой области для антабки. Тоже, пожалуйста, как вариант. Использовал я ремень-одноточку. Все, в принципе, нормально было. Единственный минус. Не надо его в оси крепить. Дальше по магазинам. Вот это магазин с Ганзы. Делает мужик, по-моему, никнейм Прапор. Минус этих магазинов. Очень легко облупливается краска. Они ржавеют. Они не из такой прямо гибкой стали. Их нужно очень серьезно рихтовать молотком, чтобы они работали. Четырехместный магазин работает не очень. Двухместные работают нормально. Четырехместные или вот такие приобретать просто не рекомендую. Зачем? Не тратить деньги. Используйте двухместный магазин. Удобнее всего в это оружие просто накидывать патроны по одному. Поэтому не покупать. Но выглядит прикольно. Что вот большой магазин такой, что вот это. Эти работают плохо. Как их не подгоняй. Не получилось заставить нормально вот этот работать. А вот этот с Ганзы, его там дикими подгонами, молотком и так далее удалось заставить работать. Удалось заставить влезать в шахту. Потому что они все немного индивидуальные. У Тозов это бывает. И в общем, наверное, не рекомендую. Нет смысла. И ржавеет дико. Но впрочем эти тоже ржавеют. Вот один магазин. Второй покупать вообще не надо. Одного хватит за глаза. Поэтому если вы собираетесь приобретать, один магазин, все. Это видео такое прямо. Ну, у меня уже, можно сказать, накипело. Я прямо рассказываю, что не надо делать. Что надо делать. Кстати, выпустят обновленный ТО-106. Там с планками совсем. Планируют выпустить. В принципе, наверное, можно рассмотреть к покупке. Если будет желание. Ну, или на вторичке вот что-то такое взять. Дальше идем. По планке. Планку. Вот это вот миллион вопросов под каждым видео. Где взять планку. Где взять планку. Но просто в гугле набираем. Планка к МЦ-2001. ТО-106 мы сразу же находим. Я просто на такие вопросы не отвечаю. И это планка с Ганзы. Ставил ее предыдущий владелец Саша. Ну, не сам вроде. Мы в мастерской ставили. Точно не уверен. Может, он поправит в комментах. И у него минус какой. Вот тут вот целик. Планка выше целика. И нужно наращивать мушку. Я уже ее пробовал припаивать. Отваливается. Ну, то есть, на пайку сверху делать. Отваливается. Но скоро руки дойдут. И я все-таки припаяю как следует. Тут нужно прибавить полтора миллиметра мушки. А то без прицела стрелять просто невозможно. Либо с таким прицелом. Либо с коллиматорами. Вот, кстати, про коллиматоры. Вот этот коллиматор ничего так. Но он очень массивный. Мне он нравится. Работает хорошо. Хорошо в него глядеть. Хорошая точка. Разные варианты точек. Вектор оптикс. Вот этот вот тоже от фирмы, по-моему, Вектор оптикс я покупал. Это китайские коллиматоры. До 50 баксов они стоят. Этот плохой оказался. Я на него снимал обзор. В итоге он стал очень плохо работать. Я так понимаю, потому что туда попала вода. Вот. Он не влагозащищенный. Ставим такой маленький крематор. Пристреливаем. И все хорошо. Все у нас работает нормально. Вот это вот просто развлекательный стоит прицел. Просто для развлечения я навесил это все. Ну, чтобы просто зрителя порадовать. Чтобы кто-то получил позитивные эмоции, увидев. Такой вот прицел. Это прицел ПУ. На Тузике. Такая покупается база. Делается небольшая подгонка. Потому что прицел ПУ. Он не под дюймовый. Рассчитаны вот эти хрени. Я там подгонял, заколебался. Все. Выставляете. Делаете вот так. И к стрельбе готов. Чух. Эта штука продается на Алиэкспресс. Дальше. На этом ложе я сделал. У меня не было нагельного нормального болта. Вот такого. Отходящей длины. Я просто взял в Хозмаге болт. Такую шайбу. И просто вкрутил сюда. Просверлил отверстие. И просто вкрутил. Для укрепления этого ложа. Это делать не обязательно. Я это зря сделал. И потом, когда я просверлил отверстие, я понял. А зачем я его здесь просверлил? Надо было его просто ближе сюда просверлить. Чтобы лапа прямо упиралась в этот винт. Но я что-то подумал. Ну, просверлю-ка я в том же месте, как здесь. Это было неправильно. Нужно было сверлить ближе сюда. А я просверлил, как здесь. Ошибка. Нужно было сдвигать, и все было бы хорошо. Внутри все у меня там посажено. Посажено. На эпоксидку. Такие материалы уже были на канале. В описании будут ссылочки. Так. Сошки. Сошки были приобретены. Сошки. Такие вот. В принципе, нормально. Для бабахинга, для угара вообще нормальная тема. Но стреляет он на 30 метров. Не больше. Больше 30 метров уже летит все, что куда хочет. Ну, пуля-шар лучше всего летит из него. Все остальные никак не могу понять, как вообще, где логика. Все летит куда хочет. Вот. Вот эти вот сошки, они крепятся также. Их можно крепить на антабку. Вот здесь вот сделать антабку. И крепить их на антабку через адаптер. На базу. Это я показывал уже на канале. Материалы есть. Про фонарик. Армитек. Такая база. Можно сюда закрепить, если нужно, в тактических ситуациях. Приобрел просто для угара, проверить, что это такое. И я понял по креплению для фонаря. Это должно быть такое крепление для фонаря. А снизу еще пикатинни. Планочка. Для того, чтобы снизу вот закрепил фонарь, а снизу закрепил еще, допустим, такое вот вертикальное цевьё. Поворотное. Вот Fab Defense быстросъемное. Хоп. На кнопку нажимаем, поворачиваем. Вот. Изумительно. Мне оно очень нравится. Хорошее. Оно перекочует потом на какое-то нормальное оружие. Вот такую штуку подумал. Может ее примастырить вот сюда. Чтобы как бы отдача была не очень серьезная. Оказалось, фигня. Не нужная. Итак, какими патронами не стреляю, отдача нормальная. Ерунда. Вот. И с сошками гораздо лучше. Можно использовать его для развлекательной стрельбы. На маленькие расстояния. Ну и вообще это так больше для развлекательной стрельбы. Вот это я сделал чисто для развлечения. Понятно. Это неправильно. Вот. Бум. Правильно вот это. Вот здесь. Сейчас переставлю и продолжим. У меня произошло так, что одна из частей приклада, она как-то немного была искривлена. Я пытался, пытался ее распрямить. Такая сталь, хрен ее распрямишь. Так осталось криво. При раскрытии и закрытии немного шоркает. Вот здесь, ну, ничего не поделаешь. Попробовал сюда проставить медные шайбы. Вот здесь, чтобы как-то плавнее ходило. Фигня, можно этого не делать, не помогает никак. Вот. Зря только корячился, это все рассверливал. И шайбы делал своими руками, кстати. Из меди. Поэтому это делать не следует. Далее. Многие здесь спуск еще изгибают, чтобы удобнее было в складном варианте его нажимать. В целом, тема годная. Можно потратить время и сделать это. Здесь спуск предназначен, ну, для вот такого хвата на МЦ, где ложа полноценная. И поэтому можно изогнуть. В целом, почему нет? Да, со сложенным прикладом ружье не стреляет, а внутри пружинка блокиратора, которая блокирует возможность нажать на спуск, когда приклад сложен. Так, минимум, который следует сделать, это поставить рукоять нормальную, если вы хотите использовать это ружье. Но, моя концепция такая. Это ружье мне больше зашло не в таком варианте, а в варианте охотничьем. В варианте ложа от МЦ, маленький какой-то коллиматор, или вообще без какого-либо коллиматора. И охота на рябчика, когда ты стреляешь на расстояние 15-20 метров. Ну, с манком. Ну, вот эта тема. И там короткий ствол, очень разворотистый, очень хороший разлет. Если я возьму свою двухстволку с длинными стволами и попробую стрельнуть в рябчика, который там в 15 метрах, его просто разнесет. Потому что там чок-получок здесь же, цилиндр. И это отличное оружие для такой цели. Но единственное, что если я там увижу клухаря, сидящего в 30 метрах, я ничего не смогу с ТОЗом 106 сделать ему. Во-первых, потому что, допустим, патрон сменить дробь семерку на тройку, это будет шумно из-за лязга. Потому что здесь у нас затвор. Ну, это болтовик. Это будет шумно сменить патрон. Во-вторых, кучности никакой. И ствол короткий. И, может быть, резкость боя не такая, как на полноценном ружье. Но я проверял, вроде резкость боя сравнимая. На 20 шагах с ружьем со стволами 70 сантиметров. Но в теории она, конечно, хуже резкость, чем на длинноствольном каком-то оружии. В общем, ТОЗ 106 для меня стал ружьем таким охотничьим, а не тактикульным, на самом деле. Потому что я сейчас планирую взять что-нибудь, может, из нарезного уже, потому что уже 5 лет прошло стажа. И мне вот это вот кладкоствольное тюнинговое ружье, ну, вообще, это только если вот чем-то позаниматься таким тянет. Ну, меня потянуло, я позанимался. Для тех, кому интересно вот так вот повозиться с чем-то, наверное, следует купить что-то уже калашеобразное, нарезное, чтобы уж вкладываться в него. И как бы, ну, это настоящее будет оружие, компактное. И все, что вы в него вложите, это окупится, потому что здесь, ну, это не окупается. И для охраны посевов это оружие подойдет и вот в таком виде, в самом простом, как экспедиционное ружье. Тоже оно подойдет в самом простом виде, в складном варианте, с деревом. Просто поставить рукоять, не надо ставить никаких планочек. Это будет маленькое ружье такое экспедиционное, которое просто в рюкзак прячешь и все. Быстро достал, разложил, бах, стрельнул. Ну, там, рябочка кого-нибудь случайного или тетеревка. Вот я думаю, что было бы прикольно взять. Какой-нибудь ланкастер короткий, который стреляет и дробовыми патронами, и пулевыми. Это будет тоже компактное экспедиционное ружье, которое может и дробью стрельнуть, и птицу какую-нибудь, и пулей. Не знаю, есть такое, нет? Какое-нибудь компактное. И если хотите компактное такое оружие, то, наверное, стоит подождать нарезновое и взять какой-нибудь, ну, допустим, Сайгу-9 под пистолетный патрон. Она и на бабахинге гораздо более интересна, чем этот ТОС. Хотя ТОС, конечно, харизматичный. В варианте охотничьим, вот вообще бомба. Но я уже думаю, если уж я использую в охотничьем варианте, таскаюсь на охоту с ним, так что бы тогда было не взять МЦ-Ху, у которой ствол чуть подлиннее. Ну, не МЦ-2001, установить её в ложе от 2001, и это было бы более интересное оружие для лесной охоты, легенькое, разворочистое. Но смущает магазинная подача и болтовой затвор. Лучше взять какую-то переломку, одностволку, допустим. Или, вот у меня товарищи давно приобрёл двудулку 12-го калибра с короткими стволами, 60 см вроде бы, со сменными чоками совсем. Для ходовой охоты то, что надо по лесу, практичная вещь. Это не такая практичная, но зато как бы весело, интересно, душевно. Это как экспедиционное ружьё для охоты по перу на коротке. Вот. И для охраны посевов тем людям, у кого ещё нету стажа на нарезное. В целом, считаю, что гладкоствольных ружей нужно иметь два. Первое – это пятизарядка нормальная, полноценная. И второе – это двудулка со стволами 60 см. И то, и другое 12-го калибра. Всё. Больше гладкоствольных ружей можно никаких не покупать. Это уже такое будет излишество и развлечение, баловство. Вот это – излишество, развлечение, баловство. Если вам нужен стаж переждать, как бы перебиться, тогда да, пойдёт. Ну, вот оно хорошо, что оно компактное. Оно в любой железный ящик лезет металлический. Вот, смотрите, у меня металлический ящик лежит. Вот в него бы влезло, наверное. А в ложе от МЦХ, кстати, он у меня не лезет в металлический ящик. Приходится хранить в разобранном виде. Это вообще жесткач. Ну, я его не в таком виде храню. Я его в таком виде даже не использовал в этом году ни разу. Я использовал его в этом году только в ложе от МЦХ. И приходится хранить в разобранном виде отдельно всё. Ну, естественно, все положено храниться в сейфе, а сама деревяха стоит рядом. Вот. Так что, кому нужно компактное оружие, чтобы оно лежало в железном ящичке, лежало пять лет, ну, там, и вы могли для бабахинга там поразвлекаться, да, брать можно. На стрельбище я с ним был раза три, по тарелочкам стрелял. Нормально, нормально попадает. Только нужно не отпускать тарелочку. Она. Подали, сразу. Шик-бых. Шик-бых. Навелись и стреляем. Хороший разлёт, поэтому на ближней дистанции тарелочки поражаются очень неплохо. Удовольствие от прицельной стрельбы, ну, по мишеням, вы с ним не получите, потому что на расстоянии больше 30 метров пуля летит вообще куда хочет. Из-за короткого ствола. Вот. Поэтому удовольствия нет. И выстрел очень громкий, из-за короткого ствола. Какая-нибудь САЙГА-9 с ДТК закрытого типа будет намного тише. И, что тоже немаловажно, боезапас к такому оружию намного тяжелее. Выстрел 20-го калибра намного тяжелее, чем ну, 9 миллиметров лювер, допустим. Ну, ещё минус то, что после приобретения этого оружия у меня появилось появилось два чемоданчика со всяким барахлом, со всякими штучками, дрючками. И вот со всем этим тюнингом вот эти два чемодана ух, они теперь тоже место стоят, занимают. Буду ли я продавать? В ближайшие пару лет, наверное, ТОЗик продавать не буду. Что нужно сделать? Адекватно и купить компактный коллиматор на него. Возможно, куплю новый приклад и припаяю мушку. Вот. И тогда меня это должно всё только радовать. Планирую ещё пули полить к нему, то не так много осталось. Так что ещё поразвлекаюсь с ним. У меня очень много появилось закруток, гильз, всяких пыш-контейнеров, пуль, пулелеек. Что только нету. Прокладок вот такие пачки на 20-й калибр. И огромное это количество всего. А так я как бы понимаю, что 12-й калибр гораздо более практичный, чем 20-й. Какой-то у меня аж голос грустный. Не знаю. Жалко, жаба душит от потраченного времени. Хотя было интересно. Да, скажем так, было интересно. Вот. Ну, я ещё много чему научился. В доводке, оружии, во всякой подгонке. Там вот в этих деталях. Я об этом, естественно, и знать не знал, как это всё. Много всяких навыков получил. Ну, впрочем, они не особо полезны в обычной жизни. Хотя нам что-то руками делать полезно всегда. И на позитивной ноте заканчиваем. Всё. Ссылочки, доп. информация в описании видоса. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok